привет всем дорогие друзья бурлаченко евгений компания аллегри и татьяна любезная наш главный юрист в городе валенсии который отвечает за развитие направления видов на жительство а именно за переезд собственно говоря наших зрителей в испанию и за правильное оформление документов что немаловажно при планировании вашего переезда а сегодня мы для вас подготовили небольшое интервью которое посвящено теме года 2023 это цифровые кочевники на самом деле государство испании взорвало в этом году собственно говоря аудиторию и создала новый наконец-то долгожданный продукт это вид на жительство цифровые кочевники и там сегодня попробует нам за 10 минут рассказать очень кратко четко для чего и как а если вам интересна эта услуга обязательно напишите татьяне все телефонные контакты они в подписи этого видео тань скажи пожалуйста цифровых привет цифровые кочевники кто эти люди кто не цифровые кочевники это те кто могут выполнять свою работу полностью удаленно по телефону с помощью компьютера то есть не требуется их присутствие на рабочем месте так при этом не подходит например такой вариант когда полгода можно жить в одной стране полгода надо жить там где находится производство офис и так далее нет то есть 100 процентов удаленная работа сто процентов то есть окей какой работодатель подходит работодатель подходит только юридическое лицо к сожалению да то есть несмотря на то что испанцы придумали этот вид на жительство которые ждали все очень долго но придумали они его немножко в ограниченном варианте да то есть не подходит например например, работа на физические лица, и многие работают и оказывают эти услуги, например, там те же блогеры, онлайн-преподаватели. Нет, испанцы хотят видеть заказчиков или работодателей только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. То есть на самом деле такие классические вольные художники, они в итоге под тему цифрового кочевника не подходят? Нет, они не подходят, потому что испанцы не хотят давать право на работу всем подряд. Они хотят видеть определенную стабильность, и в их понимании стабильности это работодатели или заказчики, юридических лицов. Понятно. Если мы заговорили про стабильность, тогда вопрос у меня про заработок. То есть какое требование к цифровому кочевнику касательно его годовых доходов? На самом деле требования есть, и доход должен быть достаточно высокий. То есть не каждый себе может позволить данный вид на жительство. Цифровой кочевник должен зарабатывать больше 30 тысяч евро в год. То есть это достаточно высокий доход, и если у него есть семья, если он переезжает с семьей, то на первого члена семьи еще 11,5 тысяч евро прибавляется, и на каждого последующего почти 4 тысячи евро. В принципе, на самом деле, если посчитать и сравнить с другими видами на жительство, это, в принципе, тот же критерий, что и для вида на жительство без права на работу. То есть семья из четырех человек, это фактически мы говорим о сумме 50 тысяч евро годового дохода. Да, этот доход должен быть у цифрового кочевника. У цифрового кочевника. То есть вопрос отсюда. У супруги или супруга может доход суммироваться с доходом цифрового кочевника или в данном случае нет? Это только исключительно на данный момент? Нет, на данный момент понимание миграционных органов такое, что это должен быть доход цифрового кочевника непосредственно. Другое дело, это может быть суммированный доход, да, это может быть несколько заказчиков в разных странах. Если это трудовой договор, это может быть зарплата, плюс премия, плюс какие-то надбавки. То есть это да, это можно суммировать, но этот доход должен быть у основного заявителя. Понятно. Если мы переезжаем всей семьей, кто может переехать с цифровым кочевником? То есть в моем понимании это супруга и дети. Кто-то еще может? Все верно. Дети, совершеннолетние, несовершеннолетние. Совершеннолетние тоже. Тоже, да. Поскольку вид на жительство цифрового кочевника введен в рамках закона об инвесторах, то и требования, и, скажем так, возможности, они такие же, как у инвестора. То есть можно перевести с собой не только несовершеннолетних детей, но и совершеннолетних. Требования такие же. Не должны состоять в браке, не должно быть собственных детей, и должны быть финансово зависимы от цифрового кочевника. То есть классический вариант взрослые дети, которые учатся в университете, или которые хотят учиться в университете в Испании, например, да, они могут переехать к цифровым кочевникам, потому что это еще ребенок, который зависит от родителей. Если взять опыт инвестора, какой самый взрослый ребенок, которого мы проводили на практике по ВНЖ-инвестору, что можно, собственно говоря, применить и на практике, я так понимаю, цифрового кочевника, правильно? Совершенно верно. Но самый взрослый, я, честно говоря, 39 или 41 год. Вот я сейчас... Такой вот ребенок. Да. Старше меня, на самом деле. Да, но все получилось в итоге, на самом деле. Все получилось, да? Да, инвестор очень сильно переживал, и ребенок тоже очень сильно переживал, стояла задача сделать, мы все сделали. На самом деле очень круто, что можно перевести взрослых детей, потому что это один из важных таких вопросов и острых вопросов переезда, потому что дети в основном не зарабатывают такие большие деньги, которые нужно показать, остаются в итоге в другой стране, но это уже какой-то неполноценный, наверное, переезд со стороны семьи. А можно ли родители по цифровому кочевнику, или эта тема закрыта? Родители можно, но проблема такая же, как у инвесторов, нужно доказать финансовую зависимость. Если у детей финансовую зависимость, можно доказать тем, что ребенок учится, и в понимании испанцев, если ребенок учится, он не работает, и, соответственно, если обучение оплачивает родитель, ребенок от него финансово зависит, не важен возраст, потому что в законе нет ограничения по возрасту, это самое главное. Если в законе нет ограничения, значит, можно пробовать победного. Ну, испанцы, как всегда, все так, как написано в законе, все выполняют. И, соответственно, с родителями сложнее. Испанцам очень сложно поверить, что в течение всей своей жизни человек не заработал себе на достойную старость, скажем так. И, помимо этого, есть проблема пенсии. Пенсия, как правило, она всегда соответствует минимальному прожиточному минимуму. Несмотря на то, что в бывших советских странах этот уровень прожиточного минимума крайне низок, и жить на него реально невозможно, но, тем не менее, юридически... Причем, реально, когда испанцам говоришь про пенсии моих бабушек, они немножечко в шоке и не понимают, как, в принципе, может составлять такая пенсия, и как эти люди могут выживать. Совершенно верно. Но, тем не менее, предполагается, что если есть пенсия, нет полной финансовой зависимости от цифрового кочевника, или, например, когда это инвестиция... Если отказаться от пенсии. Вопрос, можно ли отказаться от пенсии. Ну, можно, я думаю, что можно. Но нужно смотреть. Но я не говорю, что это невозможно. У нас есть родители, которые мы сделали. Единственное, что это достаточно большой риск, и некоторых приходилось отбивать на апелляции. Окей, идем дальше. Насколько по времени, на какой срок выдается ВНЖ цифрового кочевника? Потому что тоже было очень много изменений по срокам разных виз. И, в частности, наверное, по кочевникам применяется новая нормативка. Смотри, но на самом деле изменения по срокам, то, что ты говоришь, то, что потрогали ВНЖ справа на работу, здесь это не имеет никакого отношения с цифровым кочевником, потому что это другое законодательство. Это общий закон об иностранцах, общий регламент. Цифровые кочевники идут вместе с инвесторами, и максимально первый ВНЖ можно получить на 3 года. Здесь, на самом деле, в законе указано как. Если договор на 3 года или более, то можно получить ВНЖ на 3 года. Но, на самом деле, я вижу по тем клиентам, которых мы подаем, если, например, договор на 1 год с автоматической пролонгацией, или договор на 2 года, пока у меня всем дают на 3 года, а сделали мы уже очень много цифровых кочевников. Я думаю, что пока они максимально лояльны к этому сроку. Хорошо. Вопрос у меня еще раз вернемся. Мы затрагивали немножко вначале. Все-таки блогеры, фотографы, операторы, преподаватели иностранных языков, то есть те люди, которые могут работать, ну, как свободные художники в любой точке, в основном это частные предприниматели, они все-таки, да, попадают под нормативку цифрового кочевника, или нет, не попадают, или да, из них можно сделать цифрового кочевника. На самом деле, это классический цифровой кочевник, как мы его понимаем, да, с житейской стороны, но с юридической точки зрения миграционного законодательства Испании это не цифровой кочевник. Когда я была на семинаре руководителя департамента, который как раз рассматривает эти заявления, было сказано очень четко, цифровой кочевник, как для целей ВНЖ, это не тот, кто одел сланцы, взял свой компьютер, сел напротив моря и начал работать. Цифровой кочевник это тот, у кого есть контракт, кто может доказать, что эти деньги реально он получает на постоянной основе. То есть они не хотят рисковать, потому что ту карточку, которую они подают, они выдают с правом на работу, там даже нет указания, что это цифровой кочевник. То есть любой человек, который получил ту карточку, может пойти к любому испанскому работодателю по-хорошему и устроиться на работу. По сути это какая-то охота на людей, которые хорошо зарабатывают в странах, скажем так, третьего мира, как его называют, не входящий в Евросоюз. Да, совершенно верно. То есть им нужны, ну, в общем-то... Им нужны мозги. Им нужны мозги и деньги. Понятно. То есть им нужен состоятельный человек, который хорошо зарабатывает, и они рассчитывают, что он, а, принесет деньги сюда, потому что он будет, естественно, заводить, здесь тратить, и второй момент, он еще и рассчитывает, что они смогут зацепиться или создавать здесь какие-то рабочие места, либо сам пойдет работать на какую-то испанскую компанию. Конечно, потому что, во-первых, могут пойти на работу его члены семьи, и они получают право на работу. Во-вторых, если цифровой кочевник работает как индивидуальный предприниматель, 20% своего дохода он может получать от испанских компаний. Поэтому, на самом деле, я думаю, что у них все достаточно было продумано. Хорошо. Если мы переходим к части выгоды для государства, то важный вопрос – это налоги. Очень важный вопрос. То есть, наверное, один из ключевых вопросов, когда человек должен принять решение, да, цифровой кочевник для меня, я иду по этой программе, переезжаю в Испанию, и что происходит с налогами? Я должен платить здесь или не должен? Должен. Сколько, как, чего? Это тот вопрос, который задают все клиенты, да? На самом деле, любая консультация по виду на жительство цифровых кочевников, как правило, заканчивается тем, что мы сами советуем клиентам обратиться к бухгалтеру, чтобы он ему произвел полный расчет налогов, потому что налоги надо платить 100%, то есть, здесь никакие «я не живу, живу, считаю, дни не считаю», когда я становлюсь налоговым резидентом. Цифровой кочевник становится налоговым резидентом с первого дня получения вида на жительство. Это ключевое – становится налоговым резидентом. 100%. Он должен платить налоги, соцстрах. Соцстрах в зависимости от типа цифрового кочевничества, по трудовому договору он работает, или как индивидуальный предприниматель, но здесь не работает, пока я не проживу полгода, я ничего не плачу. То есть, любой цифровой кочевник, он должен… То есть, по сути, твое налоговое начало здесь начинается с того, как ты получаешь резиденцию, ты получил карточку, и с этого момента… Нет, с момента принятия решения. То есть, даже не с момента… Ну, понятно, карточка – это техническое завершение как бы всего процесса, а с момента принятия решения ты, по большому счету, становишься налогоплательщиком из Павлии. Совершенно верно. Есть ли какие-то льготы? Ну, предполагается, что они могут использовать закон БЭК, то есть, если они не прожили еще более года в Испании… Почему я говорю про более года? Потому что на цифрового кочевника могут уйти студенты, могут уйти те, кто живут здесь по виду на жительство без права на работу. То есть, это не обязательно те, кто только приехали в Испанию. Это люди, которые уже здесь живут, они также могут перейти на эту программу. Если они прожили меньше года, то, несмотря на то, что они становятся налоговыми резидентами, они могут воспользоваться нерезидентской ставкой налогообложения. Это фиксированная ставка, насколько мы знаем, 24%. И детали пока, насколько я знаю, налоговые органы они уточняют. То есть, несмотря на то, что закон-то принят, и вид на жительство уже предоставляется, но налоговая немножко не успевает за миграционными органами. Понятно. То есть, в итоге есть льготная программа, но она рассчитана, если я не ошибаюсь, на 5 лет. На первые 5 лет. Да, но тут тоже определенная логика присутствует, потому что цифровые кочевники первые ВНЖ получают на 3 года, затем они могут продлиться на 2, и затем они могут уйти на ПМЖ. Вот если, например, для инвесторов эта опция даже, в принципе, не предусмотрена в законе, да, там нужно будет перескакивать на другой закон, то у цифровых кочевников четко в законе написано, через 5 лет можно уйти на ПМЖ. Логично, если ты уходишь уже на постоянный вид на жительство, ты, в принципе, можешь прекратить даже работать на этого иностранного работодателя. Тебе уже практически открываются все двери. Ты можешь организовать свой бизнес, ты можешь работать уже на испанцев. И, в принципе, определенная логика есть, что там уже никаких льгот по налогообложению, как у кочевника, не будет. Хорошо. Если мы приводим аналогию с инвестором, то у инвестора есть обязательное требование иметь активов больше 500 тысяч евро, купленных на территории Испании. Активов подразумевается под объектами недвижимости. Да. Их может быть несколько. У цифрового кочевника есть обязательство иметь одного и того же работодателя, или он может менять работодателя, когда мы подходим к сроку реновации. То есть, понятно, что он получил резиденцию, ему дали на 3 года, правильно, эту резиденцию. В течение 3 лет у него жизнь меняется. То есть, он может продолжать работать там, где он работает, может оттуда уволиться. Что происходит тогда, когда происходит реновация? Это очень интересный вопрос, потому что до конца не могу на него ответить. Закон не отвечает на него. В законе указано четко, если меняется основание для выдачи вида на жительство, в 30-дневный срок нужно уведомить миграционные органы. Например, как мы делаем с инвесторами, мы показываем, что, да, например, он продал, но тут же купил. То есть, он продолжает иметь в активе недвижимость на 500 тысяч. То есть, по идее, здесь ты уволился и тут же принялся на работу. Вопрос только в том, что одним из основных требований для цифрового кочевника является, что на работодателя или на заказчика нужно отработать минимум 3 месяца для запроса данного вида на жительство. Если ты меняешь, это требование, в принципе, выполнить невозможно. Если ты работаешь как ИП, возможно, да, потому что может быть несколько заказчиков. А если это трудовой договор, то только один работодатель. Посмотрим, как будут они относиться к этому. Потому что сейчас пока они не отвечают на этот вопрос сами. Ну, да, потому что понятно, что для них это еще вроде как через 3 года, но на самом деле, я думаю, что и нашим зрителям очень полезно знать сегодня и сейчас. Ну, это же может быть и раньше, на самом деле. Договор может закончиться через год. Могут предложить другую работу с лучшими условиями. Все-все может произойти. Это же жизнь. Реально, 3 года это большой достаточно срок. Интересно, если я, например, найду здесь работодателя, то есть могу ли я дальше идти по программе цифрового кочевника или я перейду по другому закону о рабочей визе. А в иностранцах, да. Но надо пробовать. Понятно. Не могу дать гарантии, потому что напрямую такая модификация в законе не прописана. Испанцев, когда что-то не прописано напрямую в законе, они никогда не дадут четкого ответа. Так все-таки, какая разница визы кочевника и ВНЖ? На самом деле, просто мы с тобой все время говорим про вид на жительство, вид на жительство, да, но для кочевников есть такая же процедура, как и для инвесторов. То есть у инвесторов это называется золотая виза, но назови это золотой визой для кочевников. То есть если кочевник не может приехать сюда, в Испанию, например, у него нет шенгена, почему это важно? Вид на жительство можно запросить только с территории Испании. То есть, несмотря на то, что работа удаленная, кочевник должен физически приехать в день подачи документов на территорию Испании. Не у всех стран есть без виз. Соответственно, гражданам тех стран, у которых нет договоренности о безвизе с Испанией, они должны приехать на основании шенгена. Если они не могут получить по каким-то основаниям этот шенген, они сначала могут обратиться в консульские учреждения за визой кочевника на один год. И уже с ней приехать и, соответственно, запросить вид на жительство. Эта опция сначала не была доступна, потому что консульство отказывали сделать эти визы практически до апреля. Они ждали подробных инструкций от Мадрида. Несмотря на то, что Испания уже вовсю выдавала, то есть мы уже в середине января сделали наших первых кочевников, то есть вид на жительство уже можно было сделать, это курьез, а визы еще нельзя было получить. Но сейчас все нормально, даже на сайтах консульства уже появилась информация о визах цифровых кочевников, причем требований к этим визам больше, чем к виду на жительство. Например, консульство просят, чтобы у заявителей был номер НИИ, когда я подаю здесь клиентов, совершенно не обязательно, чтобы у них был номер НИИ. То есть ты все-таки сохраняешь свою позицию, что если вы хотите получить успешно вид на жительство в Испании, нужно приехать все-таки в Испанию и попадать ее с Испании. То есть с территории Испании это будет гораздо более эффективно, результативно, с наименьшим количеством отказов. Пока у нас, слава богу, не было. Был один, да, один был, но мы были готовы к этому, потому что там не соблюдались все требования, которые были указаны в законе. Мы попробовали, не получилось, но мы уже с клиентом разработали стратегию, будем просто переподаваться через три месяца, и тогда у нас уже выполняться будут все требования, поэтому я думаю, что будет все хорошо. Ну вот здесь как раз у меня и родился вопрос, тоже поговорим про аллегрию и цифровых кочевников. То есть мы работаем со старта, по большому счету, этого закона. Да. О цифровых кочевниках какой у нас результат? Много ли цифровых кочевников мы смогли перевести, переправить, так сказать, на территорию Испании? Очень много. Я сначала вела подсчет, сейчас я уже его не веду. Не ведешь, ну плюс-минус. Ну я думаю, что с членами семьи мы где-то под соточку, наверное, уже можем выйти на самом деле. Потому что очень много. Вот буквально вчера у нас очередное одобрение по цифровым кочевникам. То есть фактически куб сто первых цифровых кочевников сегодня, он уже как бы аллегрии покорен. И это в этом году все, правильно? В этом году закон вступил в силу с 23 декабря, 16 января у нас был первый одобренный цифровой кочевник. Ну где-то, наверное, это вам может служить какой-то подсказкой, что все-таки нужно обращаться в компанию аллегрии, в частности к Татьяне Любезной. У нас на самом деле с этим цифровым кочевником и было принято решение расширения штата. То есть если раньше у нас работало два юриста, сегодня у нас уже работает их пять юристов. И в том числе как бы как раз благодаря программе цифровых кочевников, потому что запросов, вопросов очень много. И ну и соответственно результат у нас есть. Мы умеем это делать на 100% и из 100 человек, то есть получается всего один был отказ. И мы не стесняемся говорить об отказах, и мы за него еще поборемся для того, чтобы у нас была статистика 100%. Но на самом деле ни один отказ не должен быть финальной точкой, 100%. Ну и важный вопрос. Сколько стоит оформление цифрового кочевника и членов его семьи в компании аллегрии? Стоимость наших услуг составляет 600 евро цифровой кочевник, 300 евро любой член семьи, включая детей. И отдельно, естественно, нужно добавлять расходы на оплату госпошлин. Госпошлины здесь достаточно высокие, то есть закладывать это порядка 100 евро на человека, потому что 73 евро это первичная подача, затем еще 16 евро стоит сама карточка. И перевод документов. Перевод документов на самом деле достаточно большая расходная часть, потому что изначально список документов был чуть уже, мы подавались только с присяжными переводами. Те, кто не знает, что это такое, это специальные переводы, которые выполняются на территории Испании лицензированными переводчиками, и они значительно дороже, чем простые переводы. Мы максимально старались подавать присяжные переводы только тех документов, которые я считала официальными, то есть справки о несудимости, выписки из коммерческих регистров по компаниям, контракты, справки из банков. Мы начали подавать с простыми переводами, но в какой-то момент я думаю, что миграционные органы, они пришли к коллапсу очень некачественных переводов, и мы стали получать просто постоянные дозапросы. Да, документ хороший, но пришлите присяжный перевод, пришлите присяжный перевод. Поэтому сейчас мы изначально клиентам говорим, что все документы с присяжным переводом. И здесь уже просто работа над тем, чтобы максимально оптимизировать пакет документов, чтобы тоже лишние документы не переводить, а тем самым немножко расходы клиентов уменьшить. Сколько приблизительно на одного цифрового кочевника стоит пакет документов? Потому что плюс-минус они будут... Я имею в виду, если без семьи, но переводы могут и 300-400 евро стоить. 300-400 евро. Если взять режимы, итого, семья из четырех человек переезжает в Испанию по программе цифрового кочевника. Это 1500 евро стоимость услуг компании Allegria, то есть 600 евро за цифрового кочевника. И по 300 евро за каждого члена семьи. Дальше. Оплата пошлины это 400 евро, то есть мы суммируем 1500 евро плюс 400 евро, это оплата пошлины, это уже 1900 евро. И приблизительно 300-400 евро обойдутся переводы. Но это если один цифровой кочевник, если члены семьи прибавляются, и если много контрактов, на самом деле у нас были и по 1000 евро переводы. Итого, то есть бюджет тогда у нас составляет до 3000 евро за переезд полностью. То есть такой пакет фулл комплект. Четыре человека, переводы всех документов, оплаты всех пошлин и работа юриста по оформлению ВНЖ цифрового кочевника. Да, и очень важно сказать, что документы мы все подаем в электронном виде, никуда приезжать записываться на подачу документов, что очень часто меня спрашивают клиенты. Мы уже в пути, записывайте нас на подачу документов, здесь нет никаких проблем. То есть подаю клиентов лично я, это может быть вечер, ночь, выходные. То есть мы всегда следим, чтобы не пропустить сроки легального нахождения человека на территории Испании. И клиентам, конечно, очень удобно, что они приехали, просто прислали мне сканы паспортов с отметкой, что они въехали на территорию Испании, дальше они могут ездить по всей Испании, гулять, наслаждаться. Как только получено решение, тогда да, классический путь, это отпечатки пальцев для того, чтобы получить уже, собственно, пластик. Хорошо, про стоимость услуг мы поговорили с тобой. Отсюда вопрос дальше. Все-таки можем резюмировать какие-то отличия, главные требования цифрового кочевника, легко ли это или нет. То есть есть ли какие-то отличия по, я не знаю, по счетам, по наличию денег на этих счетах? Эти счета должны быть в Испании. Или еще какие-то, может быть, нюансы, о которых ты бы хотела поделиться? Да, я бы хотела, например, остановиться на банковских счетах, потому что это тот вопрос, который мне задают очень часто. У цифрового кочевника должен быть банковский счет, потому что не в Испании, в любой стране мира, на которой он получает оплату за свою работу. Миграционные органы просят подтвердить наличие этих оплат за три месяца до подачи документов. Не за три года, не за четыре года, не за пять лет. Их вообще не интересует все, что было раньше, чем три месяца до подачи документов. Но самое главное, что этот счет не должен быть в Испанском банке. И этот счет не должен быть обязательно в той стране, гражданином которой является этот человек. То есть это может быть счет, потому что человек может гражданином быть одной страны, работать на компанию в другой стране, а счет иметь в третьей стране. Никаких проблем. Если все документально подтверждается, все прекрасно, все это принимается. И наличие недвижимости также не является основным требованием. У нас несколько раз были такие случаи, когда мы подавали документы, указывая адрес нашего офиса в заявлениях. И затем, пока документы рассматривались, клиенты искали недвижимость либо на покупку, либо в аренду. И затем уже, да, прописывались либо в своей собственной, либо в арендованной недвижимости. Но самое главное, что этот момент не останавливает процесс подачи. Это очень круто. Ребята, если вы находитесь сейчас, смотрите это видео в любой точке мира, вы должны понимать, что у вас не должно быть банковского счета в Испании, у вас не должно быть еще решенного вопроса по жилью в Испании. То есть, ни аренда, ни собственная квартира. Вы просто берете и оформляете ВНЖ цифрового кочевника. Когда получаете положительное решение, тогда переходите на этапы следующие. Обустройство в Испании. Это уже поиск квартиры, где вы будете жить. Это открытие банковского счета, что для многих стран очень важно, потому что с карточкой цифрового кочевника это уже совершенно другая история. И открытие банковского счета становится намного легче, намного лучше. Поэтому и находиться вы можете в любой точке Испании. В Испании, 100%. Вот так вот. Ну что, Татьяна, спасибо тебе большое за огромное количество, на самом деле, полезных и советов, и ответов, и информации для наших зрителей, нашего канала. Еще раз подведем резюме. Цифровой кочевник очень простая, очень интересная. И на самом деле программа, которая государство способствует, чтобы она развивалась. То есть она стоит в приоритете. Поэтому если сегодня у вас стоит выбор, по какой программе пойти, рассматривайте в приоритетном формате именно цифрового кочевника. Находясь в любой точке, без открытия счета, без наличия недвижимости в Испании, и даже без подписанного договора на аренду, вы сможете получить положительное решение о ВНЖ цифрового кочевника. Просто нужно выполнить определенный набор требований, которые позволят вам успешно получить ВНЖ. При этом его еще и можно подготовить. И достаточно за короткий промежуток времени, что немаловажно. Компания Allegri, мы строим вашу мечту. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с вашими друзьями, ну и воспользуйтесь услугами Татьяны. Пока! Пока!